Родословное древо – это красота, созданная душевным трудом. Знать своих предков до 16 века для кого-то роскошь, а для Тюменки Оксаны Усумановой – увлекательный труд. Хозяйка музея тюменских историй полгода назад открыла пространство с неповторимой энергетикой – дом тюменских историй. Фотографии, кухонная утварь, предметы быта, интерьера, книги, одежда, комната с ретро-предметами предков Тюменки – настоящий центр притяжения для гостей и жителей города. Здесь проходят исторические фотосессии, экскурсии, концерты, выставки и мастер-классы. Новый мастер-класс по генеалогии уже посетили 50 тюменцев, причем 25 из них точно продолжают искать своих предков. В процессе сбора информации участники составляют первичную генеалогическую схему, и это не просто условный чертеж. Идея музея в том, чтобы каждый человек познал, узнал, попробовал узнать свой род. Причем не только имена, фамилии и даты – это очень здорово, но этого очень мало. Он должен понять традицию своего рода, что пели его предки, танцевали, как жили, во что одевались, были ли они крестьяне, какие сословия были, мещане, купцы, чиновники, казаки. Вот все это можно узнать. Своей родословной краевед занимается 7 лет, и в том числе это вдохновило ее делиться навыками поиска с другими людьми. Отмечает, что с познанием истории своего рода в людях происходят некоторые внутренние изменения, в том числе и психологические. Например, человек может не осознавать, откуда имеет определенные черты характера, внешности, тягу к профессии, либо вкусовые пристрастия. Ответы могут прийти в процессе составления. И, конечно, музей тюменских историй не обходится без удивительных историй. Таких историй, случайностей, совпадений, удивительных историй вообще происходит великое множество. Я уже удивляюсь, но не удивляюсь. И зашла женщина, говорит, вы знаете, я коврики хочу вам принести в музей. Я ей объяснила, что это, в принципе, музей истории моей семьи, то есть здесь все, что вы видите, это все принадлежит моим предкам, то есть я как потомок-наследница. То есть как бы вот сказать, что прям я собираю-собираю что-то, ну вроде бы как нет. В результате выяснилось, что она моя дальняя-дальняя родственница. И те коврики, которые она мне все-таки принесла из села Юргинского, вот один из них лежит на сундуке, получается, что они тоже принадлежат моим дальним-дальним родственникам, предкам. Генеалогическое древо – это отличный способ рассказать детям о их предках. Найти среди родственников пример для подражания. По словам хозяйки музея, в ходе поиска информации выясняется, что несколько поколений в одной семье выбирают одну и ту же профессию. И люди находят фактическое подтверждение своего выбора.